Многочисленные корректировки бюджета фактически давно уже стали инструментами исправления неправильного планирования и маскирования неосвоенных средств. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Это программа «Время говорить» и мы работаем в прямом эфире для вас. Если хотите, позвоните, если хотите, сделайте видеозвонок. Ватсап, номер телефона всегда будет доступен. Пожалуйста, в студии у нас сегодня депутат Еркин Набиль, тот мажориста парламента. Он, кстати, критиковал недавний отчет правительства по исполнению бюджета. И мы сегодня эту тему и рассмотрим. Вы знаете, на что я обратил внимание? На 60 миллиардов тенге или даже больше, если не ошибаюсь, выросло у нас неэффективное освоение бюджета, а всего 500 миллиардов почти. То есть, представляете, деньги, наши с вами налоги, они собираются, бизнес платит налоги. А вот как они тратятся, насколько эффективно, что мы получаем потом, общество, да? Этот вопрос справедливый, собственно, сейчас звучит, и аналитики высказываются в том числе. Также нам подключается эксперт Галамжан Альказин, генеральный директор ARC Beta Аналитик. Здравствуйте, Галамжан, вы здесь? Да, слышно нас. Хорошо, если можно, господин Набиль. В чем проблема сейчас с бюджетом, если простыми словами объяснить для рядового обывателя? Из-за того, что планирование у нас не очень хорошее, из-за того, что исполнение у нас не очень прозрачное, из-за того, что у нас большой дефицит, мы тратим больше, чем зарабатываем, у нас сложилась вот такая ситуация сегодняшняя. То есть у нас есть деньги, грубо говоря, да, но мы сейчас планируем траты больше, чем мы можем заработать. И мы берем в долг, и этот долг государственно растет. Мы об этом тоже в парламенте говорили. Долг растет очень сильно, и есть вероятность того, что... Более того, обслуживание этого долга растет. Уже несколько триллионов тенге мы просто отдаем за то, чтобы обслуживать этот долг. Мы треть бюджета, грубо говоря, отдаем на обслуживание долга. Благо, благо еще, большая часть этого долга – это внутренний долг хотя бы. Но все равно мы из республиканского бюджета на обслуживание долгов отдаем то, что мы могли бы потратить на развитие экономики. Мы отдаем это сейчас нашим банкам, к тому же пенсионному фонду. Благо, что внешний долг у нас еще пока не очень большой. Но лиха беда начала, если ничего не делать, то мы очень быстро можем прийти к очень негативным моментам в экономике. Если мы сегодня еще инновационной экономикой считаемся, пока мы считаемся экономикой инвестиционно привлекательной. У нас рейтинги международные BBB. Это самый низкий инвестиционный рейтинг. Но если мы ничего не будем менять, мы очень быстро можем уйти в категорию спекулятивных экономик, которые тратят больше, чем зарабатывают систематически. Голубжан, пожалуйста, подключайтесь. Вот мы начинаем обсуждение по бюджету. Депутат говорит о том, что проблема с планированием есть. Вы, как аналитик, что видите сейчас? Как у нас исполняется бюджет? Как он формируется? Все это очень важно. Потому что, опять же, многие могут спросить, ну планирование, да? Ну, уточняться можно же, и уточняется правительство постоянно. Я об этом говорил. Они семь раз корректировали, один раз уточняли. То есть, то, что запланировано, то, что прошло через мажорист парламента, да, с обсуждением, с прозрачным. То есть, вы каждую цифру там отрабатываете. И после этого правительство тут же начинает это менять. Вообще, это все, да, упущенные возможности. Голубжан, пожалуйста, пожалуйста. Да, спасибо большое. Смотрите, во-первых, в целом, то, что сейчас произошло, то, что, по крайней мере, по итогам 2023 года, да, мы получили существенный рост государственных расходов. В том числе, у нас сильно выросло обслуживание долга, да. При этом, при всем, да, в прошлом году мы впервые, и сейчас этот тренд, в принципе, продолжается, у нас наблюдается существенный недобор налогов. В принципе, вы если откроете сейчас исполнение республиканского бюджета, то там у нас, так скажем, дырки большие растут. Эта вся проблема в прошлом году была залатана не только за счет прозрачных трансфертов, да, которые там есть гарантированные, есть целевой, но впервые, там, за всю историю, наверное, впервые мы вытащили трансферты через сложную схему, когда этот доход, да, он сел не в поступление трансфертов, а в продаже основного капитала, то есть как государство продало какой-то капитал и получило деньги, да, как и прочие такие доходы, вот. Но в целом, прямо сейчас, если говорить на чистоту, то никаких глобальных проблем для Казахстана нет в том плане, что у нас есть существенные внешние резервы. Но вся ситуация с государственным бюджетом, да, который у нас складывается в последние годы, она крайне печальна в том плане, что, да, у нас растут государственные расходы, но если бы эти государственные расходы возросшие приводили бы к увеличению доходной части бюджета, то тогда никаких проблем не было, поскольку тогда бы этот рост государственных расходов был бы оправдан. Но у нас проблема такая, что несмотря на циклы экономики, да, то есть все происходит с внешним, да, миром, внешней конъюнктурой, в том числе ценой на нефть, да, на самом деле последние два года у нас очень благоприятная ценовая конъюнктура на нефть. В этом плане, согласно вот теории, да, макроэкономической теории, должна быть задействована контрациклическая макроэкономическая политика, которая говорит то, что должна происходить некоторая консолидация, то есть умерение своих аппетитов, да, относительно трат, для того, чтобы накапливать резервы для более худших времен. Но у нас последние два года, по крайней мере, 22-23 год, мы также в АРСИ делали собственные исследования, у нас наблюдается положительный фискальный импульс при том, что экономика у нас очень достаточно хорошо растет, и это плохой знак, поскольку это говорит о том, что мы очень много, но при этом у нас падают налоговые поступления. Здесь есть, во-первых, я как говорил, это неэффективные траты, в том числе большая часть нашего бюджета, она направлена на поддержание штанов, об этом я говорю каждый раз, то есть это на социальные расходы, да, и, так скажем, несеквестированные расходы. А где брать источники, да, источники, а мы разве можем изыскать новые источники для того, чтобы все сделать? Ну, смотрите, источник, во-первых, есть, конечно же, привлечение долга, но привлечение долга в текущих условиях, да, последние годы, оно было очень дорогим для нас, и как, например, высшая аудиторская палата показала, привлечение последних десятилетий, которое происходило очень несбалансированно в том плане, что Минфин занимал на короткий срок, да, и по очень дорогой ставке, это, соответственно, приводит к тому, что, как сказала аудиторская палата высшая, в 2024-2025 году у нас придется пик на обслуживание государственного долга, то есть это говорит о том, что нагрузка на бюджет, то есть на расходы бюджета, именно просто от обслуживания долга будет существенно. Да, спасибо. Я вам скажу, на 2024-й год запланировано, что обслуживание долга и погашение займа в целом, да, составит более 5,5 и 3 триллиона тенге. Да у нас бюджет 20 с небольшим, а 5 триллионов мы отдадим кому-то? Я бы об этом и говорил, у нас сейчас обслуживание 3 триллиона. А если цены на них выпадут, мы что будем иметь потом? Здесь, на самом деле, да, проблем очень много, и в первую очередь есть резервы, мы об этом говорили, мы показали 3 триллиона резервы, это только за счет пересмотра налоговых льгот. 3 триллиона, мы видим этот момент. На сегодняшний день у нас же, видите, у нас почему экономика сырьевой остается? У нас налоговый кодекс такой, у нас основные льготы налоговые идут у нас в финансовый сектор, банковский сектор и нефтянку. Да, давайте послушаем телезрителя, есть у нас зазвонившийся, да, пожалуйста, представьте, как вас зовут, говорите. Добрый вечер, меня зовут Марат Абдурахманов, экономист. Вопрос депутату именно, почему нет расчета фискального распределения вместе с процедурами, принятыми для рассмотрения в данном расчете. Например, если бы у нас налоги физлица платили напрямую получателям, то вот такой армии госслужащих, которые потребляют 3 триллиона тенге в год, вдумайтесь в цифру, ее бы просто не было. Второй вопрос, льготы, преференции, они у нас разрешены, но конституции у нас предусмотрено равное налогообложение. Почему ИПшники платят от 3 до 12 процентов, даже не НДСники, а нефтяные компании 0,5 процентов? Это прямое нарушение конституции. Вот процедуры формирования бюджета и их расходов, они нигде не прописаны. Расчеты госорганы не имеют, Минфин расчетов не имеет. Вопрос, почему депутаты не заставляют Минфин выполнить элементарный даже экономический расчет фискального распределения? Почему? Благодарю. Не в бровь, а в глаз. Сказать, что вообще не имеет методик расчета нельзя ни в коем случае. Помните, мы с вами как-то обсуждали вопрос бюджетного кодекса? Вот вся проблема сегодня, вот эти вот самые важные документы в сфере экономики, бюджетный налоговый кодекс. Именно поэтому сейчас они очень долго, очень тяжело идут через парламент. Прежде всего у нас проблема наша в первую очередь, да, в первую очередь это очень большой квазигоссектор, непрозрачный и неэффективный. Он вам не подконтролен, депутатам? Он нам не подконтролен, но никому не подконтролен. Собственно говоря, вот эта ситуация, она начала складываться с 2009 года. Вот помните, был кризис, и мы стали, да, говорить, что вот государство сейчас вытащит, давайте активы передавать государству. И у нас сложился вот этот неконтролируемый практически квазигоссектор. И он малоэффективный, он 40% экономики, ну по разным подсчетам, если там от 40 до 60% экономики занимает, а прирост ВВП дает всего 14%. То есть он тормозит экономику на самом деле. Квазигоссектор, о ком вы говорите, это для телезрителей вы поведете? Квазигоссектор, это прежде всего, это госхолдинги, это Самрук и его дочки. Да. Что вы намерены с этим делать? Это же все тоже касается эффективности использования бюджета. Конечно, конечно, они вот как раз они тратят много и очень неэффективно. Будет ли меняться как-то ситуация? Мы очень долго, вот у нас бюджетный кодекс шел, именно потому что было противодействие, в том числе со стороны и правительства, и самих вот этих вот нацкомпаний наших, поставить под контроль. То есть отчеты, отчеты перед правительством, прозрачность бюджетов, очень у нас долго шло, но благо сейчас вот указ президента вышел о либерализации экономики, там конкретно точка поставлена, и сейчас все вот эти отрицательные заключения, которые нам правительство давало на наши депутатские инициативы, сейчас пересматривается это все. Поэтому чуть-чуть надо подождать, и мы все-таки бюджетный кодекс добьем, чтобы прозрачность появилась. Мы в том числе хотим, чтобы вот эти многочисленные пересмотры, корректировки бюджета тоже были подконтрольны, тоже были прозрачны. По сути дела, мне задавали вопрос, вот вы раскритиковали правительство, но отчет приняли, почему? Да, ваши коллеги из Народной партии не приняли, ваши коллеги из АКЖОЛ не приняли, ОСДП воздержалась, вы приняли. Да, республика тоже приняла, но смотрите, это 23-й год, это предыдущее правительство, и люди, которые самый большой провал допустили, министерство финансов, министерство национально-экономики, их президент уже поменял. Сейчас с министерством финансов, у нас есть понимание сейчас с министерством финансов, что нужно делать, чтобы ситуацию исправить. Вот мы ждем сейчас нового налогового кодекса, мы его завтра будем на фракции обсуждать, мы несколько раз в комитете по финансовому бюджету обсудили. Вроде бы понимание сейчас есть, что нужно сейчас делать, чтобы повысить доходы. Расходы, как понижать, я вот как раз, когда министру адресовал вопрос, я сказал, с чем вы придете осенью, потому что осенью мы будем смотреть, что они планируют на следующий год, насколько сама система планирования будет эффективной. У нас, видите... Вот если здесь навести порядок, мы решим массу проблем. Конечно, там ситуация какая, есть определенные планы у правительства, если просто говорить, есть планы, есть у них определенные показатели, вот он должен его достигнуть и тогда будет хорошо. Хотя по показателям, смотрите, аудиторы что говорят, проведена оценка на предмет полноты измеримости и конкретности показателей экономического эффекта от заявленных расходов на бюджетные инновационные проекты и так далее, и так далее. Смотрите, экономический эффект отражен лишь по 78 из 98 бюджетных программ и под программ, а наши деньги народные идут туда. О чем речь идет? Из них только 37 указаны, 37 бесконкретно достижимых количественных показателей разбивших по проектам. О чем речь идет? Деньги вбухали, а что получили? Я об этом и говорил, вот мы на комитете это обсуждали, мы говорим, ребята, смотрите, у вас 99% исполнения бюджета. То есть вы 99% денег потратили, а в процентном отношении выполненные, скажем, индикаторы у вас там 60-50% по некоторым министерствам. Еще где-то там приписали что-то. Голубжан, пожалуйста, да. У нас есть еще такой момент, когда индикаторы сами по себе методологически неправильно запланированы. Вот мы с МВД на эту тему общались, просто я какое-то время работал в системе, знаю специфику. Получилось так, что у них есть определенный индикатор, скажем, раскрываемость тяжких преступлений, да. Они тратят на это деньги, но сам индикатор построен таким образом, что чем больше они раскрывают, тем нераскрытых еще больше становится. То есть чем больше ты работаешь, тем у тебя индикатор выполнения ниже. То есть это методика неправильной расчеты индикатора была. Мы им порекомендовали с генпрокуратурой работать. Мы совсем глубоко уходим, в принципе, обществу что надо? Дороги, больницы, школы, чтобы цены не росли, чтобы уверенность в будущем какая-то была. Система госзакупок. Вот все вот эти, большая часть невыполненных, скажем, проектов, это система госзакупок. Это бесконечные суды, бесконечное невыполнение обязательств. Деньги остаются в конце года, мы их ругаем. У нас на казначейских счетах даже миллиарды остаются, неосвоенные. Да, 73, по-моему. Да. Давайте, да, Галамжан, пожалуйста. Здесь, во-первых, я хотел бы сказать, что депутат, в принципе, хорошие вещи поднимает. Но сразу же хочу здесь с ним не согласиться. Во-первых, в целом, да, начнем с проблемой того, что и высшая аудиторская палата, в принципе, это отмечает. И, в принципе, эта проблема не новая для Казахстана, для госфинансов. Это, конечно же, в первую очередь момент результата ориентированного бюджетного планирования. То есть у нас, как уже депутат сам говорит, есть привычка ругать за неосвоение. Это как раз-таки большая проблема, потому что у нас не освоить бюджет, это означает, что в следующем году тебе условно не дадут столько же денег, как давали в этом году. И это означает, что государственные органы, местные исполнительные органы, всеми средствами будут пытаться нарисовать, пытаться закрыть эти моменты, но при этом никто не обращает внимания на достижение этих целей. Да и само целеполагание, создание вот этих целей, оно тоже под большим вопросом. Потому что вообще сама суть результата ориентированного, так скажем, бюджетного планирования, она говорит о том, что должны быть осязаемы цели, они должны быть и даже могут быть некоторые долгосрочные. У нас вообще в целом в правительстве, да, и депутаты как бы на это тоже мало обращают внимания. У нас очень короткий горизонт планирования, когда у нас, например, бюджет выделяет на один год, а потом в следующем году уделяемся, почему проект затянулся, а у нас еще выросла себестоимость. То есть это изначально проблема планирования, от того, и потом мы сидим и говорим о том, что у нас не освоены деньги, и цели тоже не достигнуты. Поэтому здесь в целом, в первую очередь, наверное, депутаты тоже должны на это указывать. В первую очередь нужно начать с момента планирования. Затем это уже как будет выполняться, вот этот момент каждый. То есть говорит о том, что предыдущее правительство сейчас поменяли два финансово-экономические блоки, и у нас сейчас ситуация будет по-другому, и не ругать предыдущее правительство, я считаю, что вполне с этим не согласен. То есть это, так скажем, в целом фейл всего правительства, не говоря о конкретных блоках. То есть то, что, например, два министерства, например, провалили, это не означает, что все другие министерства выполнили свою работу на пятерку. То есть поэтому здесь нужно более масштабно смотреть на это. И в целом я считаю, что Мажелису, так и Сенату нужно более активно взяться за контроль именно над финансово-экономическим блоком и в целом за достижением индикаторов. Чтобы не только индикаторы достигались, но эти индикаторы выставлялись реалистично. И было более долгосрочное планирование. Например, вот хорошо сделали, в прошлом году высшая аудиторская плата это отмечает, уменьшили количество нацпроектов, потому что у нас раньше было столько нацпроектов, столько денег выделялось, в итоге ни один нацпроект нормально не был выполнен. Например, по тем же кафотным школам, даже когда у нас остались два нацпроекта, даже по ним идет огромный провал. Наверное, здесь тоже нужно на это больше обращать внимание. Давайте лучше мы один нацпроект возьмем, но мы его доведем до ума. Согласен. Сейчас их три, по-моему. Что скажете? Справедливо, нет? Ну, во-первых, по планированию бюджета мы все-таки... У нас минута буквально. Да. В бюджетном кодексе новом мы предлагаем, во-первых, правильно сказано, результатоориентированный должен быть подход. Вы можете как депутат сказать, например, комфортной школы, я беру за него ответственность, я буду следить, и вот как пишет телевизоритель, здравствуйте, надо вести уголовную ответственность депутатов за принятые законы для каждого. Ну, пожалуйста, да, а то принял и нет спроса закон. Не они только принимают, правительство тоже. Да. Сам подход к планированию, бюджетный процесс мы хотим полностью поменять. Грубо говоря, даешь деньги и смотришь не по освоенности этих денег, а по достижению результата. Отлично. То есть построена школа, дорога, да, этот принцип новый в этом кодексе. Спасибо большое, что пришли в студию, экспертом благодарю за подключение и вас, дорогие друзья, за ваши вопросы каждый день в прямом эфире. Будний день. Смотрите, до свидания.